Толщина листовой стали, из которой создавался кузов этого автомобиля, полтора миллиметра. Его цена в середине 70-х годов прошлого века составляла 3,5 тысячи рублей. Автомобили этой марки продержались на конвейере треть века, с 1961 по 1994 год. Он по праву считался самым демократичным и самым народным средством передвижения в Советском Союзе, при этом все равно оставаясь заветной мечтой каждой советской семьи. И до сих пор именно он, бессменный герой практически всех автомобильных анекдотов, главный разрушитель немецкого премиума на светофорах, Знакомый каждому, любимый миллионами и до очарования простой, ушастый запорожец ЗАЗ-968А, доживший до наших дней в удивительно первозданном виде, с родной краской и советским хромом. В руках ностальгирующих автомобильных экспертов Илья Фролов. Очень обаятельно. Александр Добин. Крепящий тормозает вообще отдельная песня. И Алексей Жутиков. Ты на Мерси, я на Запорожце, сейчас как в анекдоте будет. Программе Гранд Тест. Гранд Тест. Ушастый Гранд Тест. Даже сегодня, спустя 20 с лишним лет после окончания века Запорожца, люди, родившиеся в советскую эпоху, с теплотой и ностальгией вспоминают о русском Порше. Заднемоторном двухдверном купе со смешными ушами воздушного охлаждения двигателя. С плоским днищем и удивительной для своих габаритов проходимостью. Но каково быть обладателем ушастого в 21 веке? Удивительная возможность узнать об этом из первых уст. С этой машиной связана история почти каждой советской семьи. Я думаю, что 90% людей так или иначе столкнулись с ней, живя в те далекие 70-е годы прошлого столетия. Моя история началась, когда мне было 7 лет. Как это было и почему именно она запала в душу, расскажу в сегодняшней программе. Для меня Запорожец 968А это настоящий гештальт. Потому что на нем я мечтал прокатиться с 15 лет, когда два моих друга купили такой и ездили на нем по деревне, сводя с ума всех местных женщин. Я тоже хотел сводить местных женщин с ума, но без машины шансов не было. Помню, как однажды в повороте у нас оторвался стандартный руль. Было очень больно, но потом мы решили проблему. Просто взяли кусок доски и вколотили его между рулевой колонкой и новым жигулевским спортивным рулем. Об этом и о многом другом я сегодня расскажу. Действительно, проехать на этой машине я последний раз хотел 30 лет. И сегодня эта мечта столкнется с жестокой реальностью. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Знаменитая Чебурашка ЗАЗ-968А в уникальном телевизионном эксперименте в ближайшие полчаса на телеканале Автоплюс. Сегодняшняя машина является героем 90% всех автомобильных анекдотов, когда именно она приезжает в задний бампер 600-го Мерседеса. За 24 года конвейерного производства с 1960 по 1984 выпущено почти 3 миллиона машин. Это легендарная машина, самая народная, самая узнаваемая и, наверное, самая позитивная из всего, что выпускалось в советское время. Ушастый Запорожец. ЗАЗ-968А в сегодняшней программе. Меня зовут Александр Добин. Здравствуйте. Мы начинаем. Александр Добин. Автожурналист. Возраст 45 лет. Водительский стаж 17 лет. Считает, что значительная часть ДТП происходит из-за того, что водитель недооценивает помеху справа. Особенно ту, которая сидит рядом и не закрывает рот. На свет именно этот автомобиль появился в 1967 году, правда, с индексом 966. 68-я Ашка появилась гораздо позже, в 1971 году. И именно этот автомобиль, по мнению народа, не позаимствован ни одной западной машины. Но о том, заимствован дизайн или нет, мы поговорим позже. Сейчас главное вспомнить, что это был самый народный, самый желанный и в то время один из самых массовых автомобилей. Ну да, обо всех историях, связанных с Ушастым Запорожцем, или как его любовно называли в народе, мыльницей. Подробнее за рулем этого голубого чуда. Поехали. Автомобиль ЗАЗ 968А. Привод задний. Двигатель карбюраторный бензиновый В4 задней компоновки. Объем 1197 кубических сантиметра. Мощность 41 лошадиная сила. Максимальный крутящий момент 74 ньютон метров. Разгон до 100 километров в час 32 секунды. Коробка передач механическая трехступенчатая. Максимальная скорость 118 километров в час. Расход бензина в смешанном режиме 7 литров на 100 километров. Дорожный просвет 185 миллиметров. Возвращаясь к заимствованию дизайном, здесь история совсем неоднозначна. Оптимисты убежденно говорят о том, что эта машина не имеет западных аналогов. Создана инженерами Московского завода малолитражных автомобилей вместе с дизайнерами Запорожского автомобильного завода. Приложили руку и газовские дизайнеры. Скептики же утверждают, что внешние черты этой машины позаимствованы у двух автомобилей. Это Chevrolet Carvair 1960 года и немецкий автомобиль, который назывался Prince 4. Ну, если посмотреть на фотографии, то внешность у Prince 4 ровно такая же, как у этого запорожца. Если смотреть в анфас. Как бы то ни было, автомобиль появился несколько позже, чем должен был появиться. Потому что разработки начались в 60-м году и первая версия была готова уже в 61-м. Но тогда на рынок вышел только-только созданный горбатый запорожец, 965-й. И выпускать очередную модель следом за предыдущей было, ну, скажем так, нецелесообразно. Пришлось ждать целых 7 лет. В 67-м году свет увидела 66-я модель. А в 71-м было представлено следующее поколение запорожца. Как раз 968-й, с той же задней компоновкой двигателя и сильно осовремененным кузовом и салоном. Автомобиль призван был быть массовым, поэтому довольно гуманная цена в 3,5 тысячи рублей давала гражданам СССР призрачный шанс стать владельцем этого четырехколесного чуда. Я думаю, что у каждой советской семьи, ну, или почти у каждой в жизни так или иначе, были истории, связанные как раз с ушастым запорожцем. Мне было 7 лет, это было в 1977-м году, когда мой родной дядя, я уж не знаю по какому блату, приобрел себе 968-й запорожец. Он был белого цвета, вот ровно такой же, только белый. И мы всем семейством ездили на ней на дачу и обратно. Вот перед тем, как сесть в машину, дядя переодевался в белую рубашку, обязательно надевал свою парадную кепку. Перед этим наводил уборку, полную уборку салона. И только потом, убедившись, что все домочадцы переоделись во всё новое, разрешал расположиться в салоне. Моё место было вот там, вот сзади, у правого окна. Я считал себя самым счастливым человеком на свете. Дорога до дома, которая занимала часа два, казалась мне просто бесконечным счастьем. Простой как барабан, 24 года на конвейере, только подумайте. Ну, конечно, в разных модификациях, в последнем из которых, в специальной олимпиаде, была сделана безухая версия. Это уже был 968-й М-Запорожец. Но при этом, вдумайтесь только, вообще без конструктивных изменений машина продолжала пользоваться, ну, довольно устойчивым спросом, несмотря на то, что в начале 80-х она уже, в общем, безбожно устарела. Вот этот автомобиль в родной краске, с родным хромом, да бог с ним, с родными дворниками, с родной колёсной резиной и дисками, обошёл своего владельцу в 90 тысяч рублей. Кайф от управления невероятный, потому что здесь всё абсолютно советское, и ты это понимаешь, нет никакого желания справляться с какими-то нахлынувшими на тебя ностальгическими чувствами. Малюсенький руль, огромный угол разворота, довольно просторный, невзирая ни на что, салон, при этом вот эти туго включающиеся передачи, третью скорость вообще ещё надо поймать. Вообще к управлению этого чудо-техники надо привыкать, но когда привыкаешь, какой-то совершенно непередаваемый кайф, отсутствие правого зеркала, его просто не было конструктивно. Вот этот ни с чем не сравнимый звук работы запорожского мотора, их делали в Мелитополе, кстати сказать, эти моторы, вот ни с чем невозможно перепутать, и прям наслаждаешься, радуешься, и готов ездить, и ездить на нём бесконечно долго. Но, к сожалению, моё время за рулём истекает, я с удовольствием передаю управление этим чудом своим коллегам, потому что всё самое интересное ещё впереди. Вот приехал, выходить не хочется, ещё бы катался и катался, но надо. Чем запомнится этот запорожец потомком? Ну, или запомнился уже? Рано, дверь закрыл. Вот здесь вот, внизу средней стойки, есть кнопка, которая открывает, собственно говоря, ну, назовём это так, крышка капота багажника. Именно сзади расположен мотор, именно он так потрясающе тарахтит, и именно он, согласно техническим характеристикам, позволяет этому автомобилю разгоняться до, о чудо, 120 км в час. По меркам 1971 года. Ну, а мне остаётся, скрипя сердцем, конечно, передать эту машину своим коллегам, потому что это машина эпоха, машина ностальгии. Для того, чтобы история была совсем полной и узнаваемой, остаётся добавить к нашему антуражу вот эту штуковину. Помните, что это? Аркадий Сакс Шракин назвал вот такую сетку, а войско и название пошло в века, как, собственно, и этот запорожец. С вами был Александр Добин, программа «Гран-Тест» продолжается, всё самое интересное ещё впереди. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня я восполню этот пробел. С тех пор утекло много воды, мне довелось поездить на разных быстрых и дорогих машинах. Но встречи с этой машиной я ждал особенно сильно, поэтому сильно сейчас волнуюсь. Здравствуйте, меня зовут Алексей Жутиков, передачу «Гран-Тест» продолжу я. Алексей Жутиков. Автожурналист. Телерадиоведущий. Старший редактор портала «Мотор.ру». Возраст – 31 год. Стаж в профессии – 11 лет. Чем старше становится, тем больше любят старые машины. В 2013 году доехал на «ГАЗ-21» до лондонской студии «Топ-Гир» и обратно. Чем жутко гордится по сей день? Живёт непосредством. Люди того времени, хоть и были богаче большинства, но обед у них всё равно представлял из себя батон и молоко. Ну, время прокатиться, наконец. Поехали. Я к этой машине не притрагивался лет, наверное, 15, но руки всё равно всё помнят. «Изаз-968А». Ушастая модификация 968-го. Машина, которая имеет рекордное количество модификаций для инвалидов. Например, если у вас одна рука и одна нога, есть специальный «Заз-968А» для вас. У вас нет одной ноги, но две руки? Есть и такой. У вас нет обоих ног, но есть обе руки? Есть такой. У вас нет двух ног и одной руки? Есть и такой. Короче говоря, люди, которые создавали эту машину, изначально рассчитывали на инвалидов. Господи, я еду 50. Это очень быстро. Меня все обгоняют. Уже за мной пробка собралась. Все мне моргают, пищат. Господи, да как эти поворотники выключаются? Какую они сейчас моргают в сторону? Что происходит? Где я? Ребята, разбегайтесь. Это барабанные тормоза. Барабанные тормоза здесь по кругу. Великолепный звук. Говорит о том, что, возможно, в них забилось немного глины, песка, чего-то того, что там обычно не должно быть. Но у запорожца это только улучшает тормозные свойства. Во времена, когда эта машина начала выпускаться, скажем прямо, меня еще не было. Потом, когда я появился, и мне исполнилось лет 10-15, я как раз и познакомился с этой машиной подробнее. Лето мы проводили в деревне, как все. И в этой деревне у одного из моих друзей был дед. А у деда был вот такой вот ЗАЗ. И этот ЗАЗ достался нам после деда в состоянии, скажем так, мертвым. Чего уж там греха таить. Дело в том, что в одной из поездок к деревню дед этот двигатель запорол. Но это на самом деле обычное дело. Никто не виноват в этой ситуации, кроме самого, может быть, автомобиля. Прозабрали мотор, перебрали его, купили все недостающие детали. На это у нас ушло всего пару лет. И после ремонта отправились в путь. В общем, первый раз мы ехали, нас было 11 человек. Никто машину не обкатывал. Скорость была примерно 300 км в час. И двигатель мы запороли примерно часа через полтора после старта. Обычное дело, все ездили на этой машине в одиннадцатером, в восьмером, в десятером. Это, как мы знаем, при определенной дозе выпитого, это самая вместительная машина планеты Земля. Чего уж говорить. Мы перебрали этот мотор два или три раза. После первого ремонта у нас коробка стала втыкаться в обратном направлении. Но машина ехала, тем не менее. Вот этот «Запорожец» 968А, в те времена, когда в Москве еще можно было ездить на машине, он и был для меня, можно сказать, первым автомобилем. Мне нравится. В ней я чувствую себя живым. То, что я помню о прошлом. Для меня эта машина очень много значит. И это для меня намного важнее, чем удобство. К тому же, да, она новая просто, посмотрите. У нее все родное, краска родная, салон родной, все в идеальном состоянии. И здесь очень удобно, на самом деле. И подвеска, надо отдельно сказать про подвеску. Подвеска, она изумительно отрабатывает неровности. Вам остается привыкнуть только к этому. Это прекрасный день. Я расстаюсь с ней на доброй ноте. Я осуществил свою мечту. Я поездил на машине, на которой так давно мечтал поездить. Ни на чем в жизни я не мечтал поездить так сильно, как на этой машине. Она очень живая. В ней живет целая эпоха. Ну вот и все, мой друг. Спасибо тебе. Спасибо тебе за этот день. Много лет я мечтал прокатиться на этой машине. Эмоций очень много. Но главное такая, аккуратней с тормозами. Это был Алексей Жутиков. Программа Grand Test продолжается. Здравствуйте. Меня зовут Илья Фролов. И я закрываю сегодня программу Grand Test. Когда-то в 80-х годах, отдыхая вместе с родителями в Прибалтике, у моих соседей был именно такой запорожец. И бабушка обещала мне подарить его, когда я вырасту и стану большим. И сегодня долгожданный момент настал. Произойдет немного трогательное воссоединение меня и этого автомобиля. Правда, за последние 30 лет многое изменилось. Я постарел немножко. И этот автомобиль тоже выглядит не самым новым. Но если бы Советский Союз существовал до сегодняшнего дня, именно сегодня подошла бы наша очередь. Мы внесли последний рубль. И я бы получил этот автомобиль. Илья Фролов. Автожурналист. Редактор портала Motor.ru. Возраст 34 года. Водительский стаж 8 лет. Стаж в автомобильной журналистике 5 лет. Любимый автомобиль – классические Порше. Нелюбимый автомобиль – черри Амулет. Считает, что разговоры об эластокинематике подвески МакХерсон способны продлить холостую жизнь. Советский диктор Кириллов в рекламе этой машины говорил, не правда ли красивый автомобиль. Но я не знаю, до какой степени отчаяния нужно было дойти, чтобы считать его красивым. В конце 60-х в Италии уже думали над первыми двухобъемными хэтчбэками. Но в Советском Союзе массовый автомобиль для потребителя был еще заднемоторным. И выглядел как-то так. Ну а теперь настал момент трогательного воссоединения. И впервые за 30 лет я готов совершить свою первую поездку на Запорожце. Вообще старые машины отличаются тем на ходу, что требуют определенной доли привычки. Если современные автомобили всем пытаются тебе угодить, на удобном месте расположены кондиционер, обогрев сидений, то к старой машине ты должен привыкать, как к характеру 70-летнего старика. Старая машина, хорошая погода, но когда ты едешь на Запорожце, то люди воспринимают тебя немножко иначе. И для некоторых людей это просто заноза в одном месте, а не какой-то красивый автомобиль из прошлого. Кстати, в советские времена эти машины экспортировали на Запад. И у Запорожца было экспортное имя – Ялта. Эта машина, подозреваю, не очень соответствует европейским нормам. И не прошла бы не то, что европейский краш-тест, а даже удар встречным ветром. Кстати, сзади здесь стоит совершенно удивительный по конструкции и редкий по компоновке двигатель В4. Четыре цилиндра редко ставят V-образно, потому что эта схема не очень сбалансированная. Но советские конструкторы выбрали именно этот вариант. И установили двигатель сзади. Благодаря заднемоторности Запорожец был еще хорошо известен как машина проходимая. Ездила по грязи, деревням и всяческому бездорожью. У моего соседа на даче тоже был Запорожец. Причем в модификации для инвалидов. А он был совсем не инвалид. И что вы думаете? Это никак не создавало ему проблем. Радость была в самом том факте, что он куда-то ехал. У него был автомобиль. Машина в очень хорошем состоянии и заводится с полоборота. Обзорность не то, чтобы плохая. Глядя в зеркала, кажется, что через него рейндж-ровер, который едет прямо за тобой, сейчас въедет в салон. Люди боятся меня обгонять. И в то же время я вижу на их лицах мучения. В Москве не привыкли кого-то ждать. Вообще, после первых минут поездки я так и не обнаружил каких-то существенных, вредных привычек у этой машины. Она вполне себе едет. Остается только выжать сцепление и ехать вперед. А все остальное она сделает сама. И в этом есть механическое обаяние этих машин. Все зависит от тебя. И ты чувствуешь, как каждая шестеренка работает внутри этого механизма. Результатом которого становится эта увлекательная поездка. Разве что третья передача включается по очень сложному алгоритму. Такое впечатление, что это должен пройти какой-то пазл. Кузов начинает вибрировать, как будто мы поднимаем в воздух грузовой Анн 50-х годов. А на неровностях чувствуется, что эта машина тяжелая, как мраморная пепельница. Но в целом достаточно дойти до четвертой передачи, минуя вредную третью. И можно спокойно ехать в круизном темпе и наслаждаться окружающим миром. Главное, чтобы вас не обламывал сам факт того, что вы едете именно в Запороз. Моя поездка закончена. И если кого-то и смущает внешний вид этого автомобиля, то в нем определенно есть некое механическое обаяние настоящей вещи, где все зависит только от тебя. Это была программа Гранд Тест. Меня зовут Илья Фролов. Покупайте запорожца в комиссионных магазинах страны. Каждая советская семья мечтала об автомобиле. Но в отличие от недосягаемых газов, запорожец был ближе, реальнее и осязаемее прочих четырехколесных жителей ушедшей эпохи. Насколько массовым и народным стал дух этого ЗАЗа и судят сегодня наши эксперты. Коллекционеры старинных автомобилей утверждают, что для того, чтобы серийной машине стать ретро-классикой, достаточно 30 лет. Вот этот автомобиль уже вписывается в этот срок. Он уже давно стал олдтаймером, несмотря на то, что вот только-только производился серийно. Но тем отраднее, что огромное количество народу очень много ищут, покупают и восстанавливают себе такие машины. В Советском Союзе было сложно с автомобилями. Нельзя было сказать, что есть какой-то низший класс и высший класс. Наличие автомобиля уже подразумевало, что вы относитесь к высшему классу. Однако на вершине была «Волга» ГАЗ-21, которая на тот момент стоила около 8-9 тысяч рублей, что составляло 72 зарплаты среднего советского гражданина. ЗАЗ стоил примерно 3-3,5 тысячи рублей. То есть копить на него вам тоже приходилось долго, но это того стоило. Эти машины называют ушастыми, горбатыми, как будто какой-то сборник болезней. Но сегодня это практически юнгтаймер. И если вам нравится эстетика этой машины, она вполне себе может быть неплохим вариантом для покупки классического автомобиля. Автомобили всегда вне политики. Посланец из прошлого, олицетворяющий тогда весь автопром Украинской ССР, сегодня сам, не желая того, выступает миротворцем и назойливым напоминанием о том, что история у людей и машин общая. И что автомобиль всегда созидатель, создающий только хорошее настроение. Как, впрочем, и каждая программа Grand Test.